Каждый из вас наверняка видел подобные ролики, где в одном помещении много компьютеров с ботами в CS2. Это фермы, на которых добываются кейсы и скины для дальнейшей продажи. Мне стало интересно, как же устроена эта сфера. Я пообщался с владельцами самого крупного и масштабного софта в Counter-Strike. Я спросил у них, как устроен этот рынок, почему Valve до сих пор за это все дело не блокируют. И конечно же, сколько можно заработать на своей собственной ферме. Знакомьтесь, это два совладельца софта. Александр Прогер, а Юрий Маркетолы. По просьбе гостей, лица будут заблюренны. Спасибо каждому за лайк этому ролику, если вам нравится такой уникальный и интересненький контентик. Давайте приступать. Давайте вкратце. Чем вы занимаетесь? Расскажите моим зрителям на понятном языке, что вы делаете. Ну, мы представляем софт по оптимизации фармакейс 2. Имя фармакейсов. Как, возможно, многие его знают. Очень много постов было насчет этого недавно. Там гей-фолловер и так далее. Но вот так вот. Вы написали софт, который дает разрешение, возможность накручивать количество аккаунтов, где падают кейсы. И потом эти кейсы просто вы продаете. Именно не накручивание аккаунтов, а именно сама игра на аккаунтах. То есть лайка такая. Запускает 10 аккаунтов. Далее они ищут игру друг против друга, принимают ее, заходят в игру, делают киллы. Тем самым повышают опыт и получают кейс плюс какой-то граффити или шерп. Благодаря этому люди таки зарабатывают. Можешь подсказать, как ты начинал, почему вы пришли именно в эту сферу? Вы сделали там 2-3 своих аккаунта, поняли, что на это можно заработать и начали делать на этом бизнесе? Или как эта история началась у вас? Ну, я, наверное, сначала расскажу, как я к этому пришел. Изначально просто играл в КС-ку. Потом задумался, а нельзя ли купить уже готовый аккаунт там со званием, с праймом. Зашел на одну популярную площадку, где продаются аккаунты. И увидел там просто массу предложений с аккаунтами. Уже нужного уровня, нужных званий. И связался с одним из продавцов, просто так в формате общения. Так узнал, собственно, что есть Vertigo Boost, есть фермы, что на этом тоже можно заработать. И решил сам попробовать. Ну, вот для меня это было полной случайностью. Так где-то летом 2020 года. Я просто делал ютубчики, смотрел видео, случайно увидел видео про то, какого-то человек бутил аккаунты. Тем же самым способом. Стало интересно, попробовал. Очень мысль это привело. Является ли ваш софт читом? Ну, я все-таки думаю, что нет, потому что чит, он дает преимущество над другими игроками. А панель, она как бы между своими аккаунтами играет. Никому мы не мешаем. Просто занимаемся прокачкой своих аккаунтов. Поэтому я думаю, что все-таки нет ни чит. А есть ли у вас какие-то конкуренты на рынке? Естественно, есть. Как и во всех сферах. В целом, да. Они появились раньше вас или вы успели? Ну, честно говоря, по протяжению времени они все менялись. То, вначале одни были, потом сворачивались, потом другие. На момент у нас есть конкуренты, но в основном мы больше концентрированы на развитии своего проекта. Конечно, наши конкуренты любят нас как-то информационно задевать, там, вбросы, пробаны за нашу панель. Или, там, где оно нас и так далее. Но мы как-то справляемся. А чем, может быть, проект-конкурент лучше, чем вы? Какие функции? Чем вы ценитесь? Почему выбирают именно вас клиенты? Ну, скорее всего, самое важное, то, как софт работает, выглядит именно визуал. Функции — это очень важно. Стабильность тоже очень важна. Стабильность, да, в первую очередь, я думаю. Да, но в основном мы, как я так странно звучал, мы только популярны в всем мире, особенно в Китае. Как раз многие видео туда ездят, где у людей, так сказать, классы, где много компьютеров, и там у всех происходит буст. Как устроена ваша команда? Сколько человек? Кто чем занимается? Ну, у нас примерно 10 человек. У каждого своя роль. Например, саппорты есть, маркетологи, разработчики. И да. Но, например, наши роли с Александром не таки остались. То есть, Александр Беккенд — разработчик. Я же, все остальное. Дизайн, маркетинг. Сколько сделало вот это интервью? Много. Легко ли вам работать со СКС? Довольно нелегко. Есть ли ощущение, что Valve вам мешает, вставляет палки в колеса? Есть ощущение. Вот если посмотреть на дистанции обновы в КС, то можно отследить несколько таких ключевых обнов, которые направлены именно на фикс ферм, вертига густа. Можно вспомнить, когда убрали, что можно бесплатно Prime получить за 21 уровень. Тогда рынок просто насытился настолько этими аккаунтами, что они по 200 рублей просто стоили готовые с Prime, и никто в Steam их не покупал. Соответственно, они убрали эту возможность. Дальше все пошли на идол сервера фармить кейсы. В скором времени тоже идол убрали, там перестали выпадать кейсы. Вот. Ну и заметно еще усложнил процесс фарма выход в Source 2, потому что этот движок, грубо говоря, блокирует фоновые клики. То есть, чтобы бот пошел и убил другого бота, надо держать открытым это окно, активным. А в CS GO Source 1 это все можно было делать в фоне, то есть даже свернуть окна, и все, она прекрасно играла. Но также важно заметить, что невыгодно в Valve фиксить полностью фермы. То есть, они дальше будут усложнять, 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 но никогда полностью не закроют, потому что фермеры это практически основные поставщики кейсов ширпа на торговую площадку. И они очень большую роль в экономике играют в CS. Да, ну. Какой процент? Ну, по проценту не знаю, но да, действительно большой. Ну, смотри, сейчас какой пик онлайн у CS? У Лаляма, да? Сколько играют в день? У кого-то вон. Ну, давайте округлим, грубо говоря, сколько из них настоящего онлайна. Настоящих игроков, которые не связаны никак с фермами. Наверное, 1300. Да не, да не, ну зачем? Я думаю, процентов 40 это реально игроки. Вы, ребят, вы шо? То есть 60% это не настоящие цифры? Да. Только на фесте играет каждый день по 50 тысяч онлайна. А он и у нас около 5-6 тысяч. То есть вы думаете... Да. Да, нет. То есть у CS онлайн меньше, чем в доте даже? На настоящего я думаю, да. Мы смотрели даже те же самые фермы в Китае, где просто сотни компьютеров и там тысячи аккаунтов бустятся. Одновременно. Тысячи аккаунтов. А есть какие-то пруфы? Можете как-то доказать то, что вот именно... Ладно, давайте так, не 40%, но хоть то, что 30% онлайна используются фермами, вы можете как-то доказать? Я просто не верю в эту цифру. Я просто часто сталкиваюсь с онлайном в CS, и для меня эта цифра сейчас вызывает сомнение. Хорошо, вот, например, у нас есть как бы счетчик онлайна на пользователь нашей панели. Сейчас их примерно 10 тысяч людей сейчас пользуют нашу панель. И у каждого минимум 10 аккаунтов, от 10 до 1000. Даже есть у меня один знакомый китаец, который как раз-таки расселил наши панели в Китае. У него порядка 20 тысяч аккаунтов. Но эти 20 тысяч аккаунтов учитываются в вашей системе как один человек? Да, но это один пользователь. О, господи, подождите, получается, из таких будет человек тысяча, то все, вот эти 100 тысяч уже накапливаются, да? Да. А спонсор этого ролика – сайт КС Мани, это площадка для обмена и продажи скинов. Сейчас на проекте самые выгодные цены за всю его историю, потому что они запустили скидку до 10% на любые скины, которые есть на сайте. Эта акция была действительно до 7 мая, но ребята решили продлить ее до 21-го, поэтому все еще есть шанс вырвать классные скины и обновить свой инвентарь по ссылочке в описании. Учитывая вашу клиентскую базу, сколько у вас человек сейчас? 15 тысяч. 15 тысяч, 15 тысяч. Сколько это онлайна фейкового в КСе сейчас из-за вас? Ну, из-за ваших клиентов? Ну, где-то если, допустим, хотя бы половина сейчас бустит, то умножаем на 10, то получается 75 тысяч точно есть. Это ваши клиенты бустят сейчас аккаунты? Это чисто наши клиенты, да. Они бустят каждый день или только в какие-то 2 дня, когда дроп падает? Ну, у кого мало аккаунтов, они со среды начинают, то есть в среду обнуляется дроп, они в среду начинают запускать аккаунты, там за пару дней все это делают. А если у человека много аккаунтов, у него на каждый день все распределено, и он равномерно их за неделю делает. Господи. Ну, еще такое можно отметить, то, что когда я был в КСГО, тогда же были недвижеры, и было много легче делать софт под это. У нас был софт, кисфарл назывался, он таким образом на фреймкейсе, что даже окна КСГО не открывал. То есть ты мог просто тысячу аккаунтов запускать одновременно, и никакой нагрузки на ПК не было. И там вообще был ужас. Если по онлайну смотреть. Если посмотреть по рынку каждый год, сейчас пик, когда был пик? Я думаю, нет. Пик, когда выходит новый кейс. Ааа. То есть для вас это прям праздник? Да. Для нас праздник. У вас есть какая-то информация? Когда кейсы выходят? Или вы на таком же уровне, как и мы все? И штука примерно. Как минимум, оно два раза в год выходит. Новый кейс. Обычно. Да, по-разному бывает. То есть пик был раньше, в КСГО? Вот когда аккаунты Prime стоили 200 рублей, или после фикса? Можете подсказать, какой был промежуток, когда вам было выгоднее всего заниматься тем, с чем вы занимаетесь? Я думаю, когда я ездил, был жив. Да. Тогда еще можно было некоторое время даже бесплатно Prime делать, улучшая их до 21 уровня. У вас 15 тысяч клиентов прямо сейчас? Да. Подскажите, пожалуйста, сколько примерно один человек может зарабатывать за эту подписку? Сколько в среднем они себе приносят? Ну, это очень сильно разнится. Ну, давай 10 аккаунтов у человека. Ну, тоже очень сильно разнится, потому что тебе можно выпустить как самый дорогой кейс, например, Брауа, который сколько там 50, 60 долларов стоит, а может самый дешевый кейс выпустить, который там 50 центов стоит, например. Это очень так. Сколько сейчас? 50 рублей примерно на средний дрок. Да, 50 рублей. Это так. Надо учесть вывод в реал из стима. То есть, вот у нас 10 аккаунтов, по 50 рублей нам в среднем выпало, 500 рублей от этого где-то... В неделю? Да, в неделю. От этого где-то минус 30, минус 40 процентов на вывод. Вот это заработок. Угу. Сколько примерно получается? Ну, в районе 300-350 рублей. С аккаунта? С 10 аккаунтов в неделю. Ага. Так, слушайте. Ну, получается, если у человека... Ну, 400 рублей, да, берем в неделю? 400 на 4. 1600 рублей. А сколько стоит аккаунт один? Ну, если б.у. покупать, то где-то 900-1000. Если самому регистрировать, самому пополнять, то там дороже в районе полутора тысяч выйдет. Окей, 1000 рублей берем. 1000 рублей аккаунт стоит. Я хочу прийти в бизнес, купить 1000 аккаунтов. Ой, да, я хочу 100 аккаунтов, 100 аккаунтов. 100 умножаем на 1000. 100 тысяч. Я уже вложил. Получается, сколько стоит ваша подписка? Сколько у нас на месяц? 15 долларов, по-моему, стоит. Да. Окей, ну... 15 долларов. Окей, ну... Как-то дешево. Хотя, подождите. 15 долларов умножаем на 15 тысяч. И, внимание, вы зарабатываете в месяц... 225 тысяч долларов? Ну, типа того. Слушайте, ну, ребят, цифра хорошая. Нас также могут покупать и навсегда подписку, кто стоит 70 долларов. Но есть такие люди, которые приходят и хотят купить просто оптом, например, там, то ли ценить за раз. Китайцы, обычно, да. Когда я смогу эти деньги вернуть? Можете сказать в месяц? Ну, если считать из расчета 16 тысяч в месяц, 6-7 месяцев, так и получаю целку. 16... А, все, все, я понял, да. Да-да-да. За год я получу 192. Есть ли какие-то дополнительные расходы? Например, оплата прокси. Какой процент теряется при продаже? Это... Чтобы конвертировать это в реальные деньги? Ну, в основном, затраты на электричество, не знаю. Потому что никаких дополнительных трат ни на какие прокси не надо делать. При выводе где-то 35-40% теряется. Именно со стима в реал. Ну, также, если хочешь расширяться, то тебе нужно дополнительные ПК. Ну, тоже так. Ну, тоже можно посчитать затратами, да. А если прийти к какой-то большой сети киберклубов и сказать им, ребят, поставьте на всех своих аккаунтах, на компьютерах эту программу. Это работает или нет? Не пробовали. Ну, в теории, да, почему нет. А вот эти вот люди, которые покупают себе 100 аккаунтов, сколько аккаунтов можно использовать на одном компьютере? В неделю, наверное, 500-600 прогоняется спокойно. Тут все зависит от твоего кошелька. Ну, грубо говоря, да. Чем больше уложил, тем больше получаешь. Окей, я выбил себе 4 права кейса за месяц. Все классно. Я могу получить бан на свой аккаунт в стим? Если делать все осторожно, то нет. Что такое осторожно? В наших гайдах написано, что лучше не делать. И как бы каждый пользователь по желаниям читает этот гайд. А что там может входить? К примеру, не продавать скин в этот же день, когда он выпал? Или как это? Можете что-то... Это больше связано с самим процессом буста. То есть не совершать какие-то действия в игре, чтобы игра не стала подозрительной, грубо говоря. Что еще можно туда отнести? В первую очередь, наверное, безопасность самой программы, которая все это делает. Как она все это делает? Что там? С игрой манипуляций какие проводит? А сколько лет вы уже в этом бизнесе? Крутитесь вокруг ферм? Практически 4 года. Этим летом уже 4-й год пойдет. А у вас нет догадки, почему раньше на турнирах, мажорах выдавались контейнеры, а сейчас уже нет? Может быть, как раз-таки слишком было много фермеров? Хороший вопрос. Честно говоря, я лично не знаю, почему. Не знаю, почему. Давайте вернемся к софту. На что вы тратите больше всего времени на разработку? Что там самое сложное? Самое сложное, наверное, это валк-бот. То есть это, чтобы бот пошел, убил другого бота, сделал килл, потому что без килла ты в катке не получишь опыт, который нужен для повышения уровня. Треться защита валк-бота, чтобы он не банился. Ну да, да, чтобы не банился в первую очередь. Ну еще такая самая весомая часть это тесты, чтобы не было никаких багов в том же самом визуале программы. А вы используете какие-либо технологии искусственного интеллекта? На данный момент не используем, потому что, можно сказать, и так все отлично работает. Но начали уже в это направление двигаться. Оно позволит новые функции открыть, которые производительность фарма улучшит. И, конечно, безопаснее все будет, так как это будет сильно похоже на человеческое поведение в игре. Слушайте, а вот борьба от Valve, которая происходила вот сейчас, они банили аккаунты. Это сильно коснулось вас? Когда банили аккаунты? Недавно, в конце апреля. Да. Это... Это брос, на самом деле. Именно когда они реально боролись, то был июнь 1921 года, 4 июня был, и когда тысяча аккаунтов забанена была с правилом, потому что они бесплатно получили. Как бы сейчас Valve никак не борются. Единственное, что было, конечно, такое, это в конце октября, когда один софт очень сильно задетектился по фарм кейсов, когда были тысячи банов у пользователей их софта. Как бы в основном Valve сейчас вообще никак ничего не делает. Только немного усложняет процесс. Были получены кейсы, что вы дальше делаете с этими кейсами? Есть какая-то методичка, где их продать? Ну, в основном есть два варианта, как можно сделать. Это первый, который очень популярный, но ты будешь сегодня... Лискинс с моим промокодом? Конечно. Самый популярный, это продаешь кейсы, покупаешь на другой площадке, ты его только кучи и так сливаешь. Второй вариант, это сразу сливаешь кейсы каким-то там ботам в Телеграме или на Лискинс с твоим промокодом. Не, это шутка. На Лискинс сливают такие кейсы? Сливают. Вот это да. А эти кейсы считаются... Ну, они же чистые, да, по идее, эти кейсы? Чистые. Хорошо, подскажите, пожалуйста, статистику по кейсам. Какой шанс получить Браво? Какой шанс получить дешевое дерьмо? Дешевое дерьмо? Дешевое дерьмо, большой шанс получить. У вас есть какая-то статистика? Ну, я думаю... Да, есть на нашем сайте. Вот, давайте. На нашем сайте. Нам открыто на доступе. Ну, вот набрало кейс, шанс почти 0,03% на данный момент. На самом деле сейчас падают 5 кейсов в основном, у каждого по 18-19%. Они примерно и стоят где-то 0,5-0,7 долларов. А вот ваши клиенты, у вас их 15 тысяч. И для меня эта цифра просто вау, потому что, ну, 225 тысяч долларов, это не маленькие деньги. Но вы говорите, что у вас есть конкуренты. Подскажите, сколько у них платных подписчиков? Только могу примерно сказать. У одного конкурента около 2 тысяч пользователей, а у другого столько же примерно. 15 тысяч? Да, есть. Столько же, 2 тысячи. А, 2 тысячи. То есть вы монополисты, можно сказать. Типа того. Вот это да, вот это да. Вот вы рассказываете то, что у вас 15 тысяч клиентов. У вас в самих есть аккаунт? Конечно, есть. А вы на чем их держите? У вас какие-то компьютеры где-то стоят? Или на своих пока просто? Компьютеры стоят. Ну, и у каждого нашего сотрудника, 5.1-2 доллара, тоже есть свои аккаунты, компьютеры. И мы все вместе бустим. А что нужно для компьютера? Просто самые дешевые процессоры, видеокарты и все? Или что-то нужно особенно? Ну, процессор многоядерный должен быть. Например, Xeon отлично подходит именно под эти задачи. Так как много окон открыто одной игры. Сколько штук, извини, пожалуйста, максимально на одном компьютере? Сейчас 10, из-за того, что нету фонового кликера. Ага, то есть 10 маленьких окошек должно быть открыто? Да. А раньше можно было запускать в CSGO бесконечно, что ли? Да. Ну вот когда был Edo, в CSFARM, там можно было, да, практически бесконечно. Какой треш. Как вы думаете, Valve разрешат возможность играть без окна? Надеемся. Это, мне кажется, просто я знаю, как работает Valve, я тесно связан с их кодом. Мне кажется, они даже не поняли, что они сделали. Возможно, у них просто забаговало что-то, и теперь в окне... Только в окне можно играть. Мне кажется, они даже не думали об этом. То, что они как-то портят ситуацию в фирме. Давайте пообщаемся по китайцам. Какие у них рекорды? Какие красивые цифры вы можете рассказать? Был один китаец, сумасшедший, написал мне то, что хочу взять 100 лицензий за раз. Навсегда. Такие, оформили, спрашивали, сколько у тебя аккаунтов. Он такой, 50 тысяч. 50 тысяч аккаунтов. А какой самый дорогой скин падал вашим клиентам, либо вам самим? Скин, не кейс. Ну, по кейсам там, Bravo, может быть. Вот название, честно говоря, не помню. Он был Factory New. Прямо завода. Как-то в районе 100 долларов. Что-то такое было на тот момент. А это настолько редко падает? Ну, да. Примерно как Bravo, кейс. А у вас есть фотографии ваших ферм, либо ваших клиентов, чтобы показать людям то, что это все не фейк, и это по-настоящему существует? Вот любые фотки, не будем говорить, че она, где это находится, а вот просто как выглядят фермы. Да, конечно, есть. Одно видео даже очень сильно завирусилось в интернете. А это связано как-то с вами? Да, там наш софт на компьютерах стоит. О, это интересно. Почему это завирусилось, как думаете? То есть, Гейба Фолловер скинул это какой-то из клиентов ваших, да? Возможно, так. Скорее всего, да. Он сильно вас подставил? Или сделал рекламу? Не, ваша реклама. Скорее сделал рекламу, да. Да. Выросли у вас продажи после этого поста? Да. Окей, ребятки, давайте, удачи. На связи. Спасибо за информацию. Спасибо вам тоже. Спасибо, да. Что ты догадаешься? У меня сейчас, что мои личные посауны, что 2423, но это не так много, как и читать. Если ты досмотрел этот ролик до конца, значит, тебе интересны всякие интервьюшки, такие грязные темки. Я тебе советую посмотреть видео с разработчиками читов, одного из самых популярных в мире. И второй ролик это про босса Мафии 3-2-2. Очень много договоренных матчей, мы об этом поговорили с ним вживую, один на один, поэтому будет очень интересно. Поэтому советую посмотреть эти два материала. До следующего ролика.